Доброго времени суток! Приветствую вас на канале Академии Талтекос. Я парапсихолог, психолог Сергей Рычков. И сегодня я продолжаю разговор о слиперах. Здесь у меня появился очень сознательный, очень полезный, я бы сказал, и нужный оппонент, который оставляет комментарии, люди оставляют комментарии. И вот под последним моим роликом появились новые комментарии. И от вновь пришедших, и, конечно же, от нашего постоянного участника, от Сергея. Сергей молодец, и я хочу прокомментировать. Вот Сергей здесь мне потом в дальнейшем пишет в комментариях, мы к этому еще подойдем. Ну, для чего нас свели? Сергей, нас свели как раз для того, что все познается в сравнении. И вот на примере ваших примеров, которые вы приводите в своих комментариях, я как раз буду показывать, в чем различие. Все познается в сравнении. Итак, поехали. Да, кстати, друзья, вот этот ролик, наглядный пример. И на примере комментариев, которые оставили, я вам покажу, почему эти практики слиперов очень опасны. Опасны в первую очередь для участников, людей со стороны. Сами слиперы, они уже слиперы, они уже попали, попали под энергетическую раздачу. Я сейчас подробно опишу, расскажу и покажу наглядно, на наглядном примере, вот чем чреваты и опасны данные практики. Итак, поехали. Мне тоже показались они подозрительными. Много моторики, которая не должна быть, как мне кажется, в трансовом состоянии. И да, всякой билиберды несется просто через край. Совершенно верно. Я в одном из своих роликов говорил, показывал, что вот эти самые очочки, которые надеваются на голову слипера, на лицо слипера, как раз и закрывают моторику реакции, глазодвигательные реакции, состояние человека, якобы слипера, находящегося в трансе. Любой практик-гипнотизер легко по этой моторике определит и поймет, что там идет симуляция. На самом деле трансового состояния там нет. Поехали дальше. И мы, когда я ответил на этот комментарий, тут появился Сергей. И Сергей отвечает, давайте прочитаю вам его комментарий. Вы просто дилетанты. Видящие в основном это женщины. Все видят в разных состояниях. Я знаю такую, которая просто глаза закрывает, пьет кофе и курит. И при этом видит тонкий мир. Да, совершенно верно. Женщины в основном видящие. То есть, у них это лучше получается. Они под это лучше заточены, потому что у них более хорошо развито правое полушарие. Мужчины более логичны, рациональны. Поэтому они считаются в психологии левополушарными существами. В отличие от женщин. И давайте дальше. А когда у нее была активация видения. И да, кстати, здесь вот про видение. Я обязательно вернусь к этому вопросу. В последующих комментариях. Смотрите. То ее ночью кролик начал душить. Это вот когда у нее активация видения пошла. Кролик начал душить. И тряс ее 15 минут. Пока она в него нож не воткнула мысленно. Активация видения когда пошла. Я так понимаю, что Сергей здесь общается с теми, с которыми он как бы проводил сеансы. Или с этой группировки, с этого эгрегора и из этого тусника слиперов, которые друг другу рассказывают свои активации, свои видения и то, что им померещилось. И вот смотрим дальше. А утром проснулась, пришла на кухню, открыла какой-то ящик гарнитура кухонного. А там космические корабли летают. В другом месте крысы бегают и так далее. У всех по-разному. Да, Сергей, совершенно верно. Крыша съезжает у всех по-разному. Но картинки вот эти начинают неконтролируемые идти. И вот, в общем-то, смотрите. Ну, здесь мы видим, что галлюцинации, зрительные галлюцинации. И вот начало-начало диагноза. Дальше Сергей пишет. Акаши. Я говорил про Акаши в этом же ролике. Да, хроники Акаши, что это такое на самом деле. И вот тут Сергей пишет. Акаши имеет не всю информацию. Есть библиотека Абсолюта еще. Вот там есть все. Но доступ не ко всему открыт каждому. Есть уровни доступа. Зависит от достижений, от достижений души. Вот здесь отчасти могу согласиться. Только я не соглашаюсь с разделением Акаши, Абсолюта. Есть одно информационное поле. Естественно, более тонкую, более глубинную информацию, более высокого тонкого уровня, более, скажем, духовную простым языком считать сможет только практик, который сможет настроиться на эти вибрации. Я объяснял об этом, что, понимаете, у вас только в голове вот это распределение. Ваш мозг пытается мир тонких энергий интерпретировать в удобной для вас физической форме. Поэтому вы стараетесь разделять там на какие-то слои в своей голове, в своем представлении. Вам так удобней. В тонком плане этого не существует. В тонком плане все гораздо проще. Сергей пишет. Не к каждому человеку можно подключиться. Есть защиты, слои, наработанные посредством активации стихи через хранителей. А вы, Сергей, показали в своих роликах свой магический опыт работы со свечами и темными представителями. Это однозначно. У вас с ними контракты. И то, что вы видите, как вы говорите, просто напрягаясь, переключая частоты, каналы, это то, что вам транслируют ваши темные учителя или интерференты. Вы с ними очень глубоко взаимодействуете, и поэтому у вас такое неприятие других методик. Ваше сознание заблокировано этими темными. Если притянуть вашу тонкую копию, душу и пообщаться с ними, то, уверен, душа ваша будет просить о помощи. Давайте вот на последний ваш абзац, на последнее предложение отвечу. Подтяните, я же вам сказал. Пригласите кучу слиперов и поконтактируйте. Мне будет очень интересно. Можете даже записать и показать. Мне будет очень интересно посмотреть на это представление. Очень интересно. И здесь не каждому человеку, естественно, я в своем ролике объясняю, что не каждому человеку можно подключиться. То есть, имеет видящий доступ к информации или не имеет. То есть, может он подключиться к базе данных, образно говоря, будем выражаться компьютерным языком, много схожестей. Может ли он подключиться к базе данных конкретного человека, да или нет. По какой-то причине информация может быть закрыта. Причин множество. Или по какой-то причине он попросту не может настроиться на частоту вибраций данной базы данных. То есть, получить к ней доступ. Дело в том, что вот здесь можно сравнить настоящего видящего, настоящего профессионала с хакером, который взламывает вот эти базы данных. И вот здесь Сергея, как говорится, понесло. И он пишет. Я вам один маленький секрет открою. У каждого воплощенного на Земле здесь контракт с Люциусом и с другими темными. Этих контрактов может быть тысячи. Если вы не видите каналы подключения чужеродных или сущность внутри, то это не означает, что у вас их нет. Это знаете, как сумасшедший ходит, в ладоши хлопает, другой его спрашивает, да, ну анекдот. А зачем ты в ладоши-то хлопаешь? Ты ж что делаешь? Вот крокодилов отгоняю. А что ты их отгоняешь? Ну их же нет. Ну потому их нет, что я их отгоняю. И вот здесь то же самое. Сергей, вы говорите о контрактах, вы говорите о сущностях, интерферентах. Вы меня вменяете в то, что у меня с ними контракт. Но это же ваш эгрегор. Это ваши личные наработки. Вы говорите, что вы прошли обучение в школе Якова Брюса. Это ваш эгрегор, вы понимаете. Где вы еще-то дальше обучались? Вот все, что вам там в голову вложили, все, что вы там получили. И получили вы, как они там называются, интерферента, вы стали контактировать. Я вот здесь на вашем примере объясню людям, насколько это опасно. И у вас все уже предпосылки вот этой проблемы, даже не предпосылки. Я думаю, что у вас глубинная проблема уже сформировалась. Мы это называем подселением, бесоодержанием. Ну и либо со стороны, если психиатрии этот вопрос брать, то вот как бы здесь уже нарушения мы наблюдаем. Вот тут Сергей, я смотрю, дописал. Еще дополняю ролик. Врезочку делаю. Какой процесс пошел? Это на мой комментарий, когда я сказал, что процесс пошел, я своего результата достиг, мое намерение работает. Какой процесс пошел? Какая работа? В чем ваш интерес? Пиар, раскрутка канала? Так вас никто не смотрит. Просмотров ноль. Попытка заявить о себе. Ну и как? Так Сергей, ну вы же смотрите, люди смотрят, оставляют комментарии. Просмотров много. Канал растет, набирает обороты. Все нормально, все хорошо. Показывайте себя обиженным дилетантом. Сергей, ну с чего вы взяли, что я обижен? Наоборот, я радуюсь. Я радуюсь возможности показать людям, научить людей. Для того академия и существует. Академия создана на базе, на базе школы парапсихологии Талтекас. Школа существует очень давно. Домен, доменное имя Талтекас.ру существует очень давно. Любой желающий может проверить, сколько это имеет место быть. Интернет, как говорит, вспомнит все. Самые первые сеансы, самые первые видео у меня есть в интернете. Вас-то когда Люцифер посетил, что вы прозрели. Розу Мира читал я, конечно же, Розу Мира. Читал это. В 90-х я все читал. Сейчас мне, кстати, волну напоминает 90-х, когда вот эти пошли первые экстрасенсы. Вот это все мне сейчас напоминает только в гораздо худшем варианте. Там хоть приближенно вам расскажут о строении мира, земли и тонкого мира. Или пойдите учиться какому-нибудь мастеру. Сергей, я в очень многих местах учился. И гипнозу я учился у хороших учителей. Виктор Михайлович Кондыбов в своем месте. Геннадий Аркадьевич Гончаров. Это вот лично у кого я присутствовал на обучающих курсах. Работал непосредственно с некоторыми из перечисленных людей. В школах гипноза работал. У меня практика огромная. С чего вы взяли, что я нигде не учился? Это помимо академического образования, помимо двух высших образований. А вместо этого я вижу только глупое бахвальство и глупость. Вам еще бы рясу одеть и кричать на всех. Как недавно на меня орал Папа Римский. То есть, Папа Римский на него орал. Все, удаляюсь. Есть дела поважнее. Если появится желание пойти в личную загрузку, пишите. От вас скайп и наушники с микрофоном. Сергей, если у вас вдруг появится желание, я думаю, вам еще можно помочь, если вы хотите действительно узнать, что такое практический гипноз, что такое практическая магия. И не на уровне дилетантства, которыми вы занимаетесь. Здесь даже церемониальной магией не пахнет, потому что вы далеки даже от этого уровня. То есть, церемониальная обрядовая магия, это примитивная магия. Уровень, вот нижайший уровень. То милости прошу, я думаю, смогу вам помочь и помогу избавиться от подселения. Подселение у вас мощнейшее, я так чувствую. Так что обращайтесь. Ну, а в наглядном примере, друзья, вы видите, что у человека реально торкнуло. Вот результат подобных практик. Смотрим дальше. Это Сергей о себе. И меня обучал высший темный нижний земной осмодей. Сейчас его вроде короновали. Он один из 72 высших темных земных духов. Я вот это еще не видел. Это я сейчас напрямую читаю. Это Сергея понесло, когда я сел записывать этот ролик. Я заскриншотил, чтобы он не успел удалить вот эти свои писанины. И это вот новенькие комментарии. То есть, Сергея поручика понесло, как говорится. Все-таки моя методика сработала. И все у меня получилось. Получилось именно то, что я хотел. А хотел я показать, что получается из того, если заниматься подобными практиками. Вот у человека проблемы. И меня спрашивает Сергей, знаете, как осмодей выглядит? И как он людей забирает? Знаю, Сергей. Вот на вашем примере, на ваших контактах я сейчас прослеживаю, как забирает осмодей. И что с человеком происходит после таких практик. Опять же, здесь Сергей пишет про... Я объяснял, что для настоящего видящего не нужны никакие диагностические комнаты. Видящий просто снимает информацию напрямую и все. И Сергей пишет. И есть такое понятие, как комната диагностики. Это пространство головы. Сергей. Так мы же работаем с тонким планом. Голова это всего лишь приемник-передатчик. Вы, Сергей, хоть и занимаетесь магией и колдовством, имеете очень дилетантские знания. Без обид. Да я не обижаюсь, Сергей. Но вы вообще ничего не знаете про тонкий мир и тех, кто его населяет, и по каким законам существует. Занимайтесь лучше колдовством, деревенской магией, планетарного уровня, кладбищенской магией. Вам нужно сначала это пройти, не лезьте на галактический уровень, на вселенский. Вам пока это не дано понять. Может быть, в последующих воплощениях вам придет знание. Сергей, опять я говорю, я не контактирую ни с какими осмодеями, сущностями. То, чем занимаетесь вы, это и есть контакты. Это же ваше выражение. Интерференты, нижники, тонкие, нижние сущности, подключенцы и так далее. Вы же с ними контактируете. Это ваша сфера. То есть, вы контактируете с нижним миром, нижний астрал. Вот эти существа, которые там обитаются, питаются энергетикой людей, это нижний мир, самый нижний астральный мир. И вот эти существа питаются энергией страха, гнева, обид, то есть, всех отрицательных человеческих эмоций. И в том числе, вот они, как мухи на одну субстанцию слетаются на спиритических сеансах, на сеансах общения с душами умерших, на подобного рода практиках. Вот они слетаются туда, чтобы подпитаться энергетикой. Вы их, в общем-то, трансформируете. Вы являетесь проводниками вот этих существ в наш физический мир. Вы их кормите, питаете. И что самое худшее, вы питаете этих существ теми людьми, энергией теми людьми, с которыми вы проводите сеансы. И через этих людей, то есть, вы им подселяете вот эти сущности. Вы вот эти сущности им внедряете в подсознание, да? И в том числе, в энергетическое поле. То есть, после вас, после вас эти люди будут страдать. Страдать как физически, так и духовно, и энергетически, естественно. Дальше. То, что я рассказываю, видят все видящие. Одно и то же. Это доказывает истинность. Вот здесь сразу же опровергну. Сергей, видящие, которые вы видящими называете, видящими не являются. Это слиперы, которых вы якобы вводите в трансовое состояние, да? Которые до этого смотрели ваши ролики. Ролики школы центра вот этого Брюса. Якова Брюса, да? И которые имеют представление в своей голове. То есть, они уже подкованы, уже заряжены. Уже им прошло вот это вот информационное внушение. Что именно они якобы должны вообразить в своем представлении? Естественно, они все, как один, будут видеть одно и то же. Абсолютно одно и то же. Это ваш эгрегор, который вы создали информационный. Поэтому они ничего дальше вот этого эгрегора, естественно, видеть не будут. И это не есть истина и действительность. Это иллюзорная картинка, которую вы сейчас создаете вместе со слиперами. И к реальной действительности, к настоящему чтению информации, не имеет никакого отношения. И вот здесь Сергей пишет. Вот интересный момент сейчас. Смотрите. Я провел сотни сеансов с разными людьми. Португалия, Германия, Кипра, Украина, Россия. Все видят одно и то же. Сергей, ну вот вы сейчас говорите с тем человеком, который... Вы там с какого года-то практиковать начали? С 23-го, 21-го? Там вас когда торкнуло-то? Я смотрю, канал создан 10 лет, 27 подписчиков. И уриилы, гевраилы, гавриилы, уриилы, все контактеры там с вами сотрудничают. Что же ваши гавриилы, ваш канал-то не помогут раскачать? Вот. Ну ладно. Вот вы говорите там с Португалией, со всей заграницей, в общем-то. Я вам скажу так. Я как практик, как видящий вам скажу, что вы сейчас лукавите, а попросту врете. У вас нету там никаких контактов. Вы, может, там провели с десяток сеансов, но не больше. И вот тут Сергей действительно понесло. Кстати, вот я говорю, чем чревата данная практика. Человек начинает контактировать с воображаемым, перестает понимать, где реальность, где вымысел. А что еще хуже, когда он вот с этими, с нижнего астрала сущностями переплетается, идет подселение без одержания. И человек уже не контролирует ситуацию. То есть, помешательство. Смотрите, что он говорит. У меня были воплощения Аристотеля, Сен-Жермена, Генри Форда, главы темных магов. Я создал эгрегор религии власти. Я был самым сильным темным богом и пожрал вселенную. А потом взорвался. Я был атлантом. И много разных воплощений прошел. Мне еще предстоит все вспомнить. Ну, Сергей, раз ты уже об этом говоришь, наверное, же вспомнил. Поэтому я утверждаю об ограниченности вашего ума. Ну, конечно. Нет принятия полного и желания осознать неведомое. Но таков ваш путь. Возможно, в прошлом мы были знакомы. Это можно посмотреть. Не знаю пока для чего, но зачем-то нас свели сейчас в этом разговоре. Я объясняю, для чего нас свели. Специально мое намерение я запустил. И намеревал, и хотел, и сделал это, чтобы на примере ваших практик показать людям, чем это чревато, чем это опасно, и к чему это может привести. И вот вы яркий представитель этого примера, что у вас большие проблемы возникли с психикой. Диагнозов я, конечно, не ставлю. Я не психотерапевт, но я клинический психолог. Я могу описывать клинические случаи. Потом мое клиническое описание ложится в основу постановки диагноза доктором-психотерапевтом. И вот здесь описание, как говорится, налицо. И вот это опасно в первую очередь для тех, кто попадает к этим людям на сеансы, приходит, как он думает, за помощью. Он погружается в этот мир сущностей, интерферентов, подселенцев, нижников, астральных проекций, диагностических комнат, чистоты Млечного Пути. И идет мощное, не то что зомбирование, идет подселение, идет опускание на нижние грубейшие вибрации. И это все может привести к психическим расстройствам. Смотрите, вот то, что я сейчас наблюдаю, то, что говорит Сергей, манеру речи. Вот видите, собственно, я его вывел на чистый разговор. И он открылся. Он начал говорить те вещи, о которых бы он не говорил при других обстоятельствах окружающих. Но мне он это рассказал, потому что я занимаюсь и практикую это много лет. Он мне все рассказал, выложил, как говорится, на духу. Делайте выводы. Вот для чего создаются эти ролики. Берегите себя, берегите ваше душевное, духовное состояние, берегите ваши карманы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok